Привет! Это продолжение страшной истории о Кисси Миссии по игре Паппи Плейтайм. Если вы не видели предыдущую часть, то настоятельно рекомендую перейти по ссылочке в правом верхнем углу и ознакомиться с ней, чтобы понимать суть происходящего. Наливайте свой любимый напиток, настраивайтесь на нужную атмосферу и приятного просмотра. В отчаянии я решил заказать камеры видеонаблюдения и расставить их по всему дому, чтобы увидеть, кто ночью нарушает наш покой. К сожалению, они еще не успели прийти в ту ночь, когда мне действительно стало страшно за свою семью. Это была глубокая ночь. Меня, как обычно, разбудили шорохи, доносившиеся с первого этажа дома. Но на этот раз жену тоже разбудили эти звуки. Мы минут пять сидели молча и прислушивались, смотря друг на друга. Затем резко, сорвавшись с места, я побежал на первый этаж дома. В гостиной было все перевернуто вверх, но на диване стоял комнатный столик, а на нем сидела розовая игрушка, которая смотрела прямо на меня своими плюшевыми глазами. Вот именно тогда у меня закрались подозрения насчет того, кто является причиной паранормальных происшествий в нашем доме. Взяв игрушку в руки, я ломанулся на второй этаж дома, в комнату своей дочурки. Она мирно посапывала в своей кроватке, а куклы, как и предполагалось, не было в комнате дочери. Я не стал будить малютку, а молча, закрыв дверь ее комнаты, пошел к жене. Я рассказал ей все, что увидел внизу. Мы решили избавиться от игрушки, которая на протяжении всего разговора будто пристально наблюдала за нами. В ту же ночь я выкинул игрушку в мешок с мусором и вынес его во двор. Вроде бы все прекратилось, но, как вы понимаете, ненадолго. Спустя пару дней нас с женой разбудил крик дочки, которая ворвалась в нашу комнату и спряталась под одеяло в нашей кровати. Она вся дрожала и не отвечала на все наши расспросы, только ревела и никак не могла успокоиться. Немного придя в себя, она сказала, что ей опять снился кошмар с кисси-мисси. На этот раз она стучалась в окно ее комнаты и была уже не маленькой игрушкой, а большим, двухметровым существом с зубастым ртом и бешеными глазами. Выслушав рассказ дочери, я решительно встал и пошел в ее комнату. Войдя в нее, я не заметил ничего необычного. Все было как прежде. Осмотрев все досконально, я решил помимо ночника включить и обычный свет. И тут, посмотрев в окно, я чуть не упал на пол от неожиданности. Под ярким светом ламп я отчетливо увидел на стекле отпечаток лапы, который был сделан совсем недавно. Складывалось такое впечатление, что то существо, которое трогало окно, хотело его открыть. Но по счастливому стечению обстоятельств, в этот раз ночь была холодная и жена закрыла все окна в доме. Я вернулся в нашу с супругой комнату. Жена все поняла по моим глазам. Мы дождались, пока дочка уснет, и я все рассказал ей. На следующий день пришли камеры. И пару из них я решил поставить и во дворе дома, чтобы видеть, что происходит не только внутри, но и снаружи. Теперь дочурка спала исключительно в нашей комнате, а мы начали дежурить по ночам. Как назло, ничего не происходило. Камеры тоже не запечатлели ничего необычного. И вроде бы все начало налаживаться. Но через пару дней, после установки камер, я услышал, как во дворе дома кто-то ходит по газону. Причем звук шагов указывал на то, что то, что находилось во дворе дома, было весьма большим. В скачив с ковати, я вооружился битой, которая, к слову, теперь всегда была под рукой, и выбежал во двор. Думаю, не стоит говорить, что весь двор был утоптан какими-то огромными лапищами. Но ничего, подумал я, ведь одна из камер как раз была направлена в сторону двора. Прибежав в зал, я начал осматривать записанный материал. На записи посреди ночи в углу двора мелькнула какая-то огромная тень. Затем что-то розовое ударило камеру. Я не совсем смог разобрать, что это было, даже в трехкратном замедлении. Единственное, могу сделать предположение, что это была мохнатая розовая рука. После того, как она ударила камеру, то изображение пропало. А вместо него я мог наблюдать лишь помехи. Зато был слышен звук. Я слышал, как что-то огромное ходит по двору и немного порыкивает. Иногда даже был различим какой-то звук женского бормотания. А затем, оторвавшись от просмотра видео с камер наблюдения, я оглянулся в сторону двора. В окне виднелся безумный глаз, который недавно описывала дочка в своих снах. Как только существо поняло, что было замечено мной, то с диким воплем скрылось из поля зрения. И, судя по звукам, убежало прочь со двора. Я вызвал полицию и, немного приврав, рассказал свою историю. Не говоря, кого я видел, потому что, если 30-летний мужик расскажет о том, что его терроризирует ожившая игрушка, мягко говоря, его упекут в психушку. Полицейские забрали видеозаписи для изучения и провели осмотр двора. Офицер попытался меня успокоить, сказав, что, судя по следам, в наш двор зашло какое-то дикое животное. И, увидев людей, испугалась и убежала обратно в лес. Так как мы живем в городке, окруженным лесом, это было логично. Но проблема заключалась в том, что я видел то, что смотрело прямо на меня из окна гостиной. Что же, это конец второй части истории. Если тебе понравилось, то ставь лайк и пиши комментарий. Именно так я пойму, что тебе действительно зашло и побыстрее постараюсь сделать продолжение данной истории. До новых встреч! Подпишись на Огонька!